Добрый вечер. Влад хочет, чтобы я выступил с напутствием. Есть такой фильм, очень-очень старый, называется «Белинский». Фильм, понятно, про Белинского. И он удивительным образом в этом фильме встречается со своими современниками, понятно, великими современниками, которых он критиковал, иногда поучал, иногда преклонялся перед ними. Все в таких портретных гримах с париками. И вот там есть такой эпизод. Идет Белинский вместе с Некрасовым. И вот они идут. А навстречу им, значит, кто бы вы думали, Гоголь. Это не анекдот, это кино. И Белинский говорит, здравствуйте, Николай Васильевич. Позвольте вам представить молодой поэт Некрасов. А Гоголь уже такой поздний Гоголь. Уже такой немножко. Он же сжег уже, наверное, мертвый душ. Такой немножко странный. И он так смотрит на Некрасова, клянусь во мне анекдот. И говорит, а хорошо ли вы пишете? А тот ему говорит, ну, Николай Васильевич, по мере возможностей, а тот ему говорит, с прищуром таким, гоголевским, описать-то надо хорошо. Вот с этим напутствием я обращаюсь к молодым. Поэтому пишите хорошо. Пусть вас вдохновляет сама жизнь, красивые женщины, веселые компании, ну и ваши предшественники. Владимир Высоцкий примерно о том же, о чем и Белинский. Мне судьба до последней черты, до креста, спорить до хреботы, а за ней не мота. Убеждать и доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе, не тот и не та. Пусть не в раз, пусть сперва не поймут ни черта. Повторю, даже в образе злого шута, Но не стоит предмет, да и тема не та. Суета, всех сует, все равно суета. Я, дорогу-то, ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу. Мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую порчу или порчу грозят напустить, не хочу. На ослабленном нерве я не зазвучу. Я уж свой подновлю, подвинчу, подкручу. Лучше я загуляю, запью, заторчу, все, что ночью кропаю. В чаду растопчу, лучше голову песни своей откручу. Но не буду скользить, словно пыль получу. Если все-таки чашу, и спеть мне судьба. Если музыка с песней не слишком груба. Если вдруг докажу, даже с пеной у рта. Я уйду, но скажу, что не все. Суета. И еще тоже Влад сказал, я ему сказал, я без пиджака. Он говорит, ничего, читай два. Логично, поэтично. Очень короткая. Когда я отпою и отыграю, чем кончу я, на чем не угадать. Но лишь одно, наверное, я знаю. Мне будет не хотеться умирать. Посажен на летую цепь почета. Извенья славы мне не по зубам. Эй, кто стучит в дубовые ворота костяшками по кованым скобам? Ответа нет. Но там стоят, я знаю. Кому не так страшны цепные псы? И вот над изгородью. Замечаю знакомый серп отточенной косы. Я перетру серебряный ошейник. И золотую цепь перегрызу. Перемахну забор. Ворву сврепейник. Порву бока и выбегу в грозу. Всем самого хорошего. Пусть вам будет хорошо. Так же, как мне сейчас стоять здесь на этой сцене. Очень хорошо. Спасибо, ребята. Счастья, удачи, побед, творчество.